всем привет и давайте сразу раскроем все карты большинство из тех кто заинтересовался данным роликом являются явно начинающими аквариумистами ну потому что как правило именно начинающих аквариумистов в первую очередь интересуют неприхотливые и простые в содержании рыбки и об этом хорошо известно всяким влогерам блогерам и прочим туповатым выскочкам которые пользуются этим и жестко ездят по ушам новичков цель всех подобных роликов одна набрать просмотров получить лайков и в конце месяца за содеянное прегрешение получить от гугла немножечко жалких барышей и вот увидите этот ролик нахватает дизов именно от тех самых блогеров влогеров и прочих мракобесов но фанфишка как всегда решила пойти своим собственным путем поэтому кто хочет побугуртить велкам в комментарии всех ждем а теперь к сути и сразу задаем вопрос в лоб новичкам что вы сами вкладываете в понятие неприхотливые рыбки какие они для вас давайте задумаемся на секунду бывает ли для вас неприхотливые кони бегемоты или может быть увидели день неприхотливое стадо слонов нет ну правда наверное есть и неприхотливые люди но скорее всего живут они мало и спят редко и зарабатывают копейки вот и вопрос надо ли оно так вот к чему я завел вообще этот разговор почему-то чем меньше и безобиднее существо тем к нему все сильнее и намертво липнет вот та самая ваша неприхотливость неприхотливые лягушки здорово неприхотливые улитки еще лучше неприхотливые креветочки ну вообще супер вот таким кто так рассуждает я очень рекомендую дома завести неприхотливого льва чтоб прям заснул снаружи а проснулся внутри на этом заканчиваем с философией и шутками прибаутками и переходим только к фактам неприхотливые рыбки это рыбки с которыми может справиться новичок дубовые рыбки обладающие завидной живучестью рыбки обладающие мирным нравом рыбки не нуждающиеся в каких-либо особенных условиях содержания плюс эти рыбки должны быть недорогими звучит логично не правда ли проблема тут вот в чем под такое описание попадает овер тысяча рыб а теперь хотите раскрою истинный секрет неприхотливости только если вы поймете что такое азотный цикл в аквариуме наладите его и будете контролировать яды такие как аммиак нитрит нитрат то все успех вам гарантирован любая рыбка будет для вас неприхотливый а уход за аквариумом для вас будет легким вот вам и весь секрет уважаемые новички посидите недельку другую изучите тему и уверяю все будет со старта шик и блеск на самом деле абсолютно не важно какая у вас рыбка большая или маленькая хищная она или травоядная все они будут неприхотливыми при условии должных объемов аквариума при наличии качественной фильтрации и аэрации ну и самое главное при наличии знаний в голове ее хозяина теперь давайте непосредственно к рекомендациям по выбору рыбок для начинающего аквариумиста и честно признаюсь говорить на эту тему мне не сильно нравится ну во первых на вкус и цвет все фломастеры сильно разнятся кто-то смело начинает сразу с крупных хищных циклит и все ему нравится кто-то изначально любит мелкую рыбку а во вторых в ютубе уже столько на эту тему всякого наложено что идти по этой скользкой коричневой дорожке реально опасно как бы ноги себе не переломать а хотя да и ладно не испортит наша ложечка целую бочечку и начнем рассказ тех рыбок которых мы категорически не советуем новичкам и первый в этом списке как ни странно гупи замечательные неприхотливые создания да красивые но проблема следующая размножаются они со скоростью превосходящую скорость распространения коронавируса заведите самца и двух-трех самочек и концу года в вашем 20 литровом аквариуме будет реально килька в банке и что самое обидное в зоомагазины все это добро особо не сдашь у них такого добра у самих девать некуда по этой же причине особо не рекомендуем приобретать и других живородящих рыбок а именно меченосцев пиццилий или малинезий справедливости ради отмечу что мечи пиццилия и молли плодятся не с такой космической скоростью как гупи в среднестатистических условиях содержания так вообще крайне умеренно могут это делать идем дальше золотые рыбки почти каждый второй начинающий аквариумист хочет себе завести именно их да но на одну золотую рыбку необходим аквариум от 50 литров так так как вырастают они в довольно крупных рыбок к тому же часто у этих рыбок возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом из-за неправильного питания или из-за того что они глотают камушек со дна аквариума после чего все здравствуй посейдон чтобы ваши рыбы не жрали камни корм для них должен быть медленно тонущим а также содержать преимущественно растительные ингредиенты в этом плане всем владельцам золотых рыбок можем рекомендовать проверенные корма из серии tetra goldfish но все же на наш взгляд если у вас аквариум до 100 литров лучше взять него стайку цветастых рыбок чем лицезреть пару неуклюжих золотух которые по сути являются жертвами селекционного закрепления генетических уродств бойцовые рыбки или рыбки петушки у этих бедолаг пожалуй самое обширное аквариумное кладбище а все почему потому что продавцы душ втирают новичкам что петушки совершенно неприхотливые сами стирают и готовят себе ужин моют аквариум пылесосит дно а по выходным выходит ближайший зоомагазин себе за мотылем но все это ложь и полная чушь пожалуйста не ведитесь на всю эту ересь если вы решили взять себе именно этих рыбок почитайте статью о них посмотрите два ролика на нашем канале и вам все станет предельно ясно далее апистограм очень красивые маленькие и мирные микро цехлитки которых можно содержать даже в травниках вроде бы подходят новичку но увы дохнут они просто пачками с дыхотики еще те и это даже не дело опыта они у матерых аквариумистов через год горбатятся и уходят на покой далее скалярии пока маленькие мирные и крылатые душечки но как только повзрослеют что происходит примерно году их жизни они начинают буквально мочить друг друга и очень часто до смертельного исхода у рыб сильно развита внутривидовая агрессия с которой многие новички просто не смогут справиться на самом деле этот антирейтинг можно продолжать очень долго но как мне кажется основную суть я донес уважаемые новички прежде чем покупать себе какую бы то не было рыбу обязательно почитайте о ее содержании особенностях поведения и так далее при том желательно почитайте не из одного хотя бы из нескольких источников благо в интернете их очень очень много ну а теперь наконец на свой страх и иск предлагаем вам топ 10 рыбок которых мы ну все-таки можем порекомендовать новичкам подбирая топ мы держали в голове ранее озвученные цензы недорогие дубовые без спецусловий и не размножаются как невменяемые безусловно предложенный нами перечень не является исчерпывающим и запросто может быть подвержен критике посему будем рады вашим замечаниям и дополнением в комментариях надеемся что вашими и нашими стараниями мы поможем новичкам сделать свой правильный выбор и так на первое место мы ставим самов коридоросов сильно расписывать не буду на канале есть отдельный ролик про них кому интересно ссылочка в описании и думаю нет никаких возражений что эти сам и оказались данном списке действительно сам и коридоросы отличаются недюжим здоровьем плюс фактически все коридоросы достаточно небольшие рыбки и их можно порекомендовать в даже в небольшие аквариумы а карликовых коридоросов и коридоросов пигмей можно даже держать в нано кубиках в довесок коридоросом сразу рекомендуем еще одного сама из этого же семейства но достаточно крупного речь идет о таракатуме это панцирный сом тоже отличается завидным здоровьем и удивительной живучестью второе заслуженное место отдаем анциструсам и прочим мелким ларикариевым самам ролик о них также присутствует на канале кому интересно посмотрите большой плюс анциструсов это то что они фактически автономны даже если их особо не кормить они всегда найдут в аквариуме чем им подкрепиться почистят стекла покопаются в грунте присосутся к какому-нибудь растению третье место достается данио а точнее фактически всем их разновидностям данио рыбки достаточно красивые яркие и шустрые аквариум с ними никогда не бывает скучно данио совместимо фактически со всеми себе подобными рыбами абсолютно мирные и дружелюбные создания далее у нас на очереди неоны и им подобные мелкие харациновые рыбки неончики это так называемый аквариумный бисер который украсит любой аквариум их смело можно рекомендовать новичкам единственное эти рыбки любят мягкую и слабо кислую среду но в то же время если в вашем аквариуме ph будет выше семерочки градусов девять ничего страшного в этом нет главное чтобы не было азотистов на экватор топика ставим всех разбор наша абсолютная рекомендация красивые маленькие и мирные и простые в содержании до безобразия шестая позиция достается тернециям причины те же недорогие простые помимо природных форм продаются и в генно-модифицированном состоянии что часто манит новичков восьмое место и это миноры и орнатусы это тоже харацинки как неоны но чуть-чуть покрупнее девятыми пусть будут конга а десятый пусть будет аропайма очень рекомендую супер неприхотливая рыбка если единственное с тем учетом у вас есть пруд размером примерно с половину гольфового поля ну что ж друзья разрешите без лишних слов закончить наконец-то этот ролик надеюсь он был для вас полезен вам всего доброго здоровья вам и вашим гидробион там с вами был я печальный астронатус и первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru а всем как известно добра